Узбекистан и Венгрия. Партнерство между нашими странами в последние годы динамично развивается. В приоритете сегодня расширение политических контактов, продвижение совместных инвестиционных проектов с внедрением передового опыта и современных технологий, активизация культурно-гуманитарного диалога. Комментарий программы продолжит тему. Субтитры создавал DimaTorzok Узбекистан и Венгрия. В наши дни налицо динамичное развитие двухсторонних отношений, традиционной дружбы и многопланового партнерства. Для справки. Венгрия государство расположенное в самом сердце Европы. С 2004 года член Европейского Союза. Территория страны 93 тысячи квадратных километров. Население составляет почти 10 миллионов человек, а ВВП в 2020 превысил 316 миллиардов долларов. Основные отрасли экономики, услуги, промышленность, сельское хозяйство. Более 80% объема венгерского экспорта составляет готовая продукция. За последние 4 года двухстороннему взаимодействию придан мощный динамизм. И примеров тому немало. В основе подобного последовательного роста, конечно же, стремление на самом высоком уровне развивать взаимовыгодное сотрудничество. Наполнять его новым конкретным содержанием. Знаковой в этом плане стала встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2019 года на полях саммита Тюркского совета, прошедшего в Азербайджане. Были обозначены векторы наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах. Так, на принципиально новый уровень вышли межпарламентские контакты. Об этом говорит тот факт, что в ноябре 2020-го была создана межпарламентская группа Оли Маджли с Республики Узбекистан по сотрудничеству с Венгерским национальным собранием. Месяцем позже, в декабре этого же года, в Национальном собрании Венгрии сформирована межпарламентская группа дружбы и сотрудничества Узбекистан-Венгрия. Наше двустороннее сотрудничество набрало очень высокие обороты. В последние годы контакты между нашими государствами поступательно наращивались. В том числе диалог между лидерами двух стран осуществлялся на площадке различных международных организаций. Сближение двух наших стран способствует целый ряд факторов и общность интересов как во внутренней, так и во внешней политике. Если мы посмотрим на внутриполитическую повестку, происходящую в Венгрии, сравним с теми реформами и преобразованиями, которые происходят в Республике Узбекистан, то мы увидим много точек соприкосновений, взаимных интересов. Очень большой интерес глава венгерского правительства уделяет развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Например, в стране была учреждена стратегия поддержки малого и среднего бизнеса до 2025 года, которая способствует внедрению инноваций и цифровизации, применению современных технологий, поддержку развития предпринимательства. Естественно, и в нашей стране поддержка малого и среднего бизнеса занимает очень важное место, и в этой связи можно произвести очень большой обмен мнениями по данному направлению. Большое внимание в Венгрии также уделяется вопросам молодежи, все тематики связаны с поддержкой молодежи. В Венгрии имеется целый ряд различных программ по поддержке молодежи. И это все, конечно же, создает очень большую платформу для наращивания, обмена опыта между нашими странами. Осуществляемые в Узбекистане экономические реформы, а также имеющийся потенциал в сфере бизнеса предоставляют огромные возможности для успешного введения инвестиционной и деловой деятельности в вашей республике. Визит экспертным и деловым сообществам нашей страны воспринят с особым подъемом. Он свидетельствует о качестве на новом уровне двусторонних отношений между Узбекистаном и Венгрией. Уверен, они будут и впредь углубляться и расширяться во благо народов наших стран. Экономическое измерение. Ему сегодня особое внимание. Узбекистан обладает мощным экономическим потенциалом. Активно модернизирует отрасли, диверсифицирует структуру экспорта, а потому заинтересован в выходе на новые зарубежные рынки. И Венгрия, как известно, располагает развитой индустриально-промышленной и транспортной инфраструктурой. Имеет ряд конкурентных преимуществ в плане логистики на Евроконтиненте. Ведущие индустриальные сферы этой страны – машиностроение, металлургия, химическая, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленности. Наши государства стремятся задействовать все имеющиеся резервы. В торговле установлен режим наибольшего благоприятствования. В 2020-м, несмотря на пандемию, товароборот по сравнению с 2019-м годом продемонстрировал солидный рост. Из Узбекистана в Венгрию экспортируются услуги – нефтепродукты, удобрения, хлопчатобумажная пряжа, плодо-овощная продукция, транспортные средства и запасные части к ним. К нам же партнеры поставляют фармпродукцию, механическое и электрическое оборудование, товары, животноводство. Отношения между Узбекистаном и Венгрией растут очень динамично. Если мы посмотрим товароборот между нашими странами, необходимо отметить, что впервые в истории наших отношений товароборот составил более 100 миллионов долларов и прирост составил более 54%. Основой товароборота между нашими странами является широкая номенклатура товаров, в том числе в нефтегазовой, нефтехимической области, в то время как наши венгерские коллеги поставляют нам товары в фармацевтической и электрической отрасли. Необходимо отметить, что в Узбекистане действует много венгерских компаний, которые работают в разных секторах экономики, в том числе сельское хозяйство, машиностроение. Росту экономического сотрудничества деловых кругов двух стран способствует также заседание Несправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в феврале текущего года в городе Будапеште. В ходе данного мероприятия был подписан солидный пакет инвестиционных соглашений, которые в настоящее время будут реализованы. В Узбекистане осуществляют деятельность 10 предприятий, созданных с участием венгерских инвесторов. Из них 6 совместных. Их направление – гостиничное хозяйство, производство кормов для животных, строительные материалы, оптовая торговля. Мы занимаемся в основном поставкой радиооборудования. Наша продукция используется в различных сферах. Это начиная с детского сада, заканчивая крупными строительными компаниями. В 2020 году, несмотря на всемирную пандемию, на карантинные ограничения, наша компания реализовала продукции на 800 тысяч долларов. В планах нашей компании эти показатели увеличат до 2025 года, до цифры где-то полтора миллиона долларов. Осуществляется активное сотрудничество с серией фармацептики. Узбекистан заинтересован в развитии данной отрасли с выходом на последующую локализацию на территории страны производства лекарственных средств, ведущих венгерских фармкомпаний. Новые векторы экономического взаимодействия определяют в формате МПК. В феврале 2020 года в Ташкенте прошло пятое заседание Узбекско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форуму. А годом позже шестое заседание в Будапеште. По его итогам между фармагентством Узбекистана и компанией Медитоп достигнута договоренность о реализации проектов по выпуску гормональных препаратов с ориентировочным объемом инвестиций в размере 5 миллионов долларов. Кроме того, согласованы вопросы реализации новых инвестиционных проектов в области фармацевтики с компаниями «Инострим» и «Гидеон Рихтер». Между странами на постоянной основе осуществляется и обмен делегациями в культурно-гуманитарной сфере. Ученые наработали солидный опыт научно-технического сотрудничества в области материаловедения, микроэлектроники, приборостроения, медицины, фармакологии, машиностроения, производства и переработки синхозпродукции. Установлено тесное сотрудничество между Институтом востоковедения имени Абу Райхана Беруни, Академией наук Узбекистана и библиотекой Венгерской академии наук, где хранятся уникальные исторические рукописи средневековых и восточных авторов, в том числе отражающие культурное наследие нашей республики. И сфера образования является одним из перспективных направлений узбекско-венгерского партнерства. Вузы наших стран сотрудничают в рамках различных европейских образовательных программ. В декабре 2020-го между Университетом мировой экономики и дипломатии и Венгерской Дип-Академией был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки дипломатических кадров. За последние четыре года наблюдается активизация сотрудничества в инновационной, научно-технической сферах. Осуществляется работа по налаживанию партнерства в области подготовки кадров в сфере инноваций, реализации программ по повышению квалификаций специалистов, обмен опытом в области развития инновационной инфраструктуры, поддержки стартап-проектов, акселераторских программ, инкубаторов и технопарков совместно с Национальным управлением по исследованиям, разработкам и инновациям в Венгрии. Страны придают важное значение установлению тесных контактов между регионами. Потому осуществляется регулярный обмен визитами на уровни их руководителей для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. И результаты налицо. В мае 2018-го был подписан меморандум о сотрудничестве между городами Ташкент и Будапешт. В этом же месяце установлены побратимские связи между городами Термес, Сухонаринской и Дабаш, Пешской областей. А в рамках шестого заседания узбекско-венгерской МПК скреплено подписями соглашение об установлении сотрудничества между Ташкентской и Пешской областями. И подобных примеров стремления стран быть ближе друг к другу немало. Основой наращивания сотрудничества выступает экономическая повестка, инвестиционные связи. У нас есть взаимодополняемые интересы, которые можно объединить в интересах развития наших стран. На фоне выхода из стран из пандемии и в этой связи ожидается продолжение экономического роста и в Венгрии, и в Узбекистане. Конечно, это все вызывает большой интерес деловых кругов для развития отношений, для наращивания делового сотрудничества. Запланировано создание различных пилотных проектов по развитию регионов Узбекистана с использованием венгерского опыта социально-экономического развития, которое опирается и фокусируется на поддержке сельскохозяйственного предпринимательства, создание агропромышленных комплексов с применением современных европейских технологий из Венгрии. Визит господина Орбана в сопровождении деловых кругов в Венгрии означает многое. В первую очередь, это, конечно, признание того, что Узбекистан является не только участником экономической экосистемы в Центральной Азии, но и основным локомотивом. Второе, это открывает большие возможности для обеих сторон, в том числе, например, в сфере сельского хозяйства. Если посмотреть на экономику в Венгрии, то около 9% ВВП составляет цифровая экономика. Соответственно, с точки зрения у нас есть большие возможности выйти на цифровые площадки Европы с участием в Венгрии или при последствии в Венгрии. Есть много возможностей в сфере образования. И нет никакого сомнения, что все эти проработки и достижения будут служить во благо народам, и Узбекистана, и Венгрии, и соответствует их интересам. Отметим, что в рамках подготовки официального визита в нашу страну, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, депмиссии нашей страны проведены переговоры с представителями офиса кабинета министра Венгрии, Министерства иностранных дел и внешней торговли, крупнейшего венгерского банка OTP Bank Group, и специалистами Института иностранных дел и торговли. Необходимо отметить, что важность Центральной Азии, а также роль Узбекистана, как ведущей страны в регионе, будет постоянно расти. Мы готовы к проведению в ближайшее время совместных брифингов и круглых столов, к организации взаимных публикаций, посвященных масштабным реформам в Узбекистане и перспективам узбекско-венгерских отношений. Совместных проектов и программ станет еще больше, уверенно, экспертное деловое сообщество двух стран. Новых шагов навстречу друг другу.